Вот приходишь на выставку в Литт-музей, а там облачка из групп посетителей белеют. Это от того, что зрители наряжают всех в белые полупрозрачные халатики. Это начало презентации проекта «Делириум Пети Бойко». «Делириум» — это, понятно, медтермин, медицинский, означающий «бред со зрительными галлюцинациями». Потому и медицинские халатики. Но «делирио» — латынь — отклонение от прямой линии, нести бред, чепуху. То есть зрителям изначально дают установку на восприятие отношения к работам Пети Бойко. Кто он такой, тоже сообщается. Ученик и друг нашего Юрия Коваленко. Петя Бойко даже внешне чем-то похож. А еще он родом из города Прилуг. Нет, о стилистическом сходстве речь не идет. Но идейном, шире, жизненном укладе и мироотношении. Тут сплошной позитив. И даже радость бытия. Эту радость в Одессу нам доставил большой поклонник творчества Пети Бойко и сам лучащийся оптимизмом Вадим Михальчук. Из Прилуг Чернигов через Киев во вторую родину Юрия Коваленко — учителя и друга. Работы самого самобытного творца имеют вид линогравер, вырезанные из линолеума, а затем заполненные краской объемы, откровенно заимствованные у Шагала, фавистов и, конечно, Коваленко. Известный искусствовед Галина Склеренко определяет творчество Бойко как постфавизм, выделяя как характерную черту народный декоративизм и подчеркивая юмор, открытость натуры художника и, как следствие, карнавальность, переживание, радость и бытие. И эта радость таки присутствовала посреди облачков из посетителей, хотя обращаясь к той же латыни «делириума». Квит, квит, делирант, регис. Плек, тунтур, ахиви. За сумасбродство царей страдают ахияне.